Добрый утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры. Меня зовут Димаш Малжанов. Я надеюсь, что ваше пятничное утро начинается с кружки свежего и бодрящего кофе в кругу семи и близких людей. Ну а мы с нашей стороны хотели бы разбавить ожидания предстоящих выходных нашей рубрикой Типи Эспрессо. Сегодня мы с вами поговорим про метод сопоставления неконтролируемой цены или так называемый метод СНЦ. Данный метод является одним из пяти методов трансферного ценообразования. Метод СНЦ является наиболее приоритетным и широко распространённое здание как среди налогоподельщиков, так и налоговых органов. А причиной этому является сама природа нашей экономики, поскольку основным локомотивом развития нашей страны является масштабный экспорт полезных ископаемых, правительство уделяет особое внимание на ценообразование цены или товаров. Наглядно тому пример. Описание метода СНЦ в законе Республики Основодом Светных Ценообразований в два раза превышает описание остальных методов вместе взятых. Суть метода СНЦ заключается в том, что мы сопоставляем товар с товаром, либо услугу с услугой, либо работу с работой. При этом по остальным методам мы сопоставляем уже рентабельность с рентабельностью. Базовая формула метода СНЦ выглядит следующим образом. У нас имеется цена сделки, которая прирадуется в референтной цене, либо отталонной цене, за основу которой может поступать цена из источника информации при внешнем сопоставлении, либо цена сделки с независимой стороны при внутреннем сопоставлении. Далее считаются корректировки на качество, то есть на различия. По-другому это дифференциал. Форстман трактует закон. Метод сопоставимой неконтролируемой цены применяется путем сравнения цены сделки на товары, работы и услуги с рыночной ценой с учетом диапазона цен по идентичным, а при их отсутствии однородным товаром, работой и услугам в сопоставимых экономических условиях. Здесь важно отметить ключевые моменты, такие как рыночная цена, терапазон цен, сопоставимые экономические условия, ну и стоит отметить источники информации. Первое это понятие рыночная цена. За основу можно взять базовый принцип экономики, то есть рыночная цена это так цена, которая складывается путем взаимодействия спроса и предложения. Иными словами, точка соприкосновения кривых спроса и предложений для нас и будет рыночной ценой. Следующее понятие это диапазон цен. В реальности не существует абсолютного значения рыночной цены, поэтому информационное ценовое агентство при расчете рыночных цен учитывают так называемые статистические отклонения, которые формируют более репрезентативную выборку. Следовательно, диапазон цен – это ряд рыночных значений, ограниченный минимальным и максимальным значением. Третий пункт – это уже источники информации, то есть источник референтной цены. Правительство Республики Казахстана утвердило перечень официально признанных источников информации. В основном это источники на сырьевые товары. Важным элементом по источникам информации является то, что рынок, на котором публикуется референтная цена, должен быть ликвидным. Иными словами, за основу рыночной цены должна выступать та котировка, которая формируется на рынке, где происходит достаточное количество сделок. И ни один из участников рынка не может повлиять на конъюнктуру рынка в целом. В данном направлении Республики Казахстан сейчас идет большой налоговый спор между налогопрактическими и налоговыми органами. Спор заключается в применении котировки по сырой нефти, которая ставится на границе Китая и публикуется в издании «Аргус чайный петролин». Официальная позиция налоговых органов и суда города Машлутан выглядит следующим образом. Цитирую постановление. «Данный источник информации, имеется ввиду «Аргус чайный петролин», специализируется на рынке нефтепродуктов Китая и, соответственно, является наиболее применимым в отношении поставок указанных направлений. Несомненно, география поставок и география источника информации совпадает полностью. Однако, одним из доводов налогопрактических является тот факт, что данная котировка сама по себе не является ликвидной, поскольку государственная нефтяная корпорация Китая и все ее дочерние и внучатые предприятия являются единственными потребителями сырой нефти в данном регионе. Следовательно, они могут существенно влиять на цены поставщиков, которые являются экспортерой из Республики Казахстан и Российской Федерации. Интересный момент. Закон сам по себе предусматривает такое положение при внешнем сопоставлении. Цитирую. «При внешнем сопоставлении сравниваются сопоставимые сделки между участником сделки и взаимосвязанной стороной и между двумя и более независимыми сторонами». То есть, буквально толкование закона приводит нас к тому, что у нас должно быть как минимум четыре игрока, когда мы применяем внешнее сопоставление. С одной стороны, у нас имеется одна сделка между участником сделки, резидентом Республики Казахстан, и его взаимосвязанной стороной. С другой стороны, у нас должны быть две независимые стороны, как минимум. То есть, как минимум четыре игрока должно быть. Ну, позиция налоговых органов и позиция судовольных судов показывают нам обратное, что имеем, с тем и работаем. Следующий момент – это сопоставимые экономические условия. Как я ранее говорил, метод SNC обусловлен тем, что мы сопоставляем товар с товаром. При этом, любые различия между товарами должны быть либо несущественными, либо должна быть возможность скорректировать цену на такие различия. Как раз-таки для корректировки цен на различия мы используем такой понятий дифференциал. То есть, мы предмет сделки и котировку приводим в одну плоскость, тем самым достигая максимальной сопоставимости. Такие корректировки могут включать в себя физические свойства, качество, репутация, происхождение, страна происхождения и так далее. При этом, в совокупности, дифференциал должен быть экономически обоснован и должен быть подтвержден документально, либо источниками информации. В 2018 году был налоговый спор в данном направлении. Спор заключался в том, что как раз-таки дифференциальный спор заключался. То есть, у нас имеется резидент-экспортер цинкового концентрата, который экспортирует и реализует цинковый концентрат в адрес аффилированной стороны, которая находится в Российской Федерации в регионе Урала. За основу цены сделки учитывалась котировка цинка с Ломанской биржи металлов. Далее, эта котировка корректировалась на расходы по переделу и транспортные расходы. Транспортные расходы включали в себя такие расходы по доставке с европейского рынка, то есть, с рынка котировки, это был порт Амферпен, до региона Урала. Официальная позиция специализированной судебной коллегии Верховного суда Республики Казахстан выглядит следующим образом. Цитирую постановление. Признание судом первой инстанции обоснованным включение товариством дифференциал стоимости транспортировки товаров до порта Амферпен коллегии считает неправомерным. В соответствии с пунктом 5 ст. 13 закона дифференциал включает в себя обоснованные и подтвержденные документально и или источниками информации расходы, необходимые для доставки товаров на соответствующий рынок. Использование в качестве источников информации о транспортных расходах по доктору поставки цинкового концентратора писем экспедиторов коллегии считает недопустимым. Коллегии считают сведения о транспортных расходах до порта Амферпен необоснованными и неподтвержденными документально. То есть нужно понимать, что законодательство Республики Астан по транспортным цинопразованию предусматривает или, скажем, ставит форму выше над сущностью. Да, несомненно, нужно привести в сопоставимые экономические условия, однако нужно иметь документальное подтверждение, то есть иметь первичные документы, чтобы приводить предмет сделки с котировкой в одну плоскость. Это был краткий экскурс использования или применения метода SNC. Я надеюсь, что все было понятно. Мы накапливаем опыт по созданию и продвижению наших роликов и хотели бы предложить такую идею, как адресование вопросов. Вы можете адресовать мне вопросы ниже в комментариях, либо на наш почтовый ящик. И в дальнейшем мы будем озвучивать данные вопросы в следующих роликах. Всем спасибо за внимание. Перейдите сюда. Перейдите сюда.